Беларусь 5 Возвращаемся на стадион футбольного клуба Минск Команды под предводительством Виктора Шимусика уже к этому моменту успели появиться на его газоне А во всем по порядку, совсем скоро перейдем к составам играющих команд Ну а пока исполнение национальных гимнов Беларуси и России Субтитры подогнал «Симон» 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 И суперкубковый матч, который нельзя, конечно, назвать удачным для женского футбольного клуба «Минск». Но бой дали футболисткам «Динамо». И тот матч тоже, так или иначе, останется в памяти болельщиков женского белорусского футбола. Асу Абдулина. Значит, пошла обратная передача. Стараются наши футболистки выдавливать россиянок со своей половины поля, пока не столь удачно команда Юрия Валиева цепляется за мяч. И, ну, какой уж третий, а то и четвертой волной футбольские команды «Красножана» пытаются переводить одну из первых своих затяжных атак в завершающую стадию. На Самойлова. Нарушение правил фиксирует одно из первых нарушений в этом матче Виктор Шимусик. Поднимает вверх. Флажок один из ассистентов. Главного арбитра вышел. Мяч за пределы поля. Ну, вот мы говорили, да, уже с вами о суперкубковом матче и о победе. В нем футболисток Минского Динамо уже после этой атаки будем завершать эти наши разговоры. Милана Суровцева. Передача в правый полуфланг. И дальше безадресный заброс. А в штрафной площади, так или иначе, Диана Пономарева, голкипер Московского Динамо, не позволяет мячу выйти за пределы поля. Так вот, Юрий Малеев, совмещающий работу в национальной команде с работой в команде Динамо БГУФК, уже успел завоевать один трофей в этом сезоне, с которого начинался сезон 2023 года. Ну, если кратко, как мы уже сказали, матч получился сложным, учитывая, во-первых, специфику так называемого весеннего футбола, ну, а во-вторых, и притязание соперников на всевозможные титулы, трофеи и все остальное прочее. Продолжается противостояние по всем фронтам футбольных клубов Динамо и футбольного клуба Минск. Из-за боковой готовится мяч обратно в поле. Возвращает Юлия Слесарчик. Нет точных передач, но вполне привычное к глазу начало футбольной встречи. Притираются, присматриваются команды друг к другу, хотя, казалось бы, мы уже тоже заметить успели хорошо друг с другом. Нам знакомы две национальные команды, но сегодня, о чем тоже говорили футболистки нашей команды, что настроение очень даже боевое. И на фоне самых удачных осенних выступлений сегодня будет команда Юрия Малеева претендовать. Почему нет? И на первую победу в этой серии противостояний с женской командой России. Первый угловой ворот Дианы Пономаревой. Один из первых стандартов для нашей команды. Да, мы уже говорили о нарушении правил в центре поля, но здесь, конечно, ситуация более опасной могла выглядеть. Еще раз предстоит повторить процедуру Анастасия Шлопакова, полузащитница «Инского Динамо» с левого фланга. Готовится исполнять еще одну подачу в штрафную площадь российской сборной. Но в этот раз принято совершенно другое решение. Обыгралась с своим партлером по команде Диана Пономарева. Выходит из ворот и не самым удачным образом играет голкипер российской сборной. Ну вот, пожалуйста, и первый удар по воротам. Анна Сас, выступающая в женском чемпионате Польши за Чарни Сосновец. Точным пока этот удар называть не приходится, но, тем не менее, обычно Юрий Малева начинает пристреливаться к воротам. Диана Пономарева за пределы поля. Продолжает отбиваться сборной России. Быстро. Красножана пытались выйти из обороны, но все завершается снова в неточной передаче. И хватает брака в центре поля у сегодняшних гостей, чем так постепенно команда Юрия Малева начинает пользоваться. Мы отмечали, что начинался матч с, ну не сказать, что прям уж активного давления, но скорее с попыток организовать это давление на воротам Натальи Воскобовича. Но с вот этим прессингом на первых минутах, с прессингом от россиянок справляются наши футболистки и постепенно готовят свое закрепление на противоположной половине поля. Удается сохранить мяч под контролем Анастасия Новикова. Параллельно центральной линии. Подача на Казюпо. Казюпа. И точная горизонталь Диана Пономарева. Ну и в целом, да, вот все, снова тоже возвращаясь к суперкубковому матчу, так в целом не только смотрибельным получился, скажем, этот матч за суперкубок, скажу, больше ярким, интересным со многих сторон получился тот матч, как непосредственно событий на поле происходящих, так и с точки зрения тактической составляющей того матча. К слову, о перестроении, говоря, Пышник и переднюю линию перекроил по ходу второй половины первого матча нового сезона. Ну, не сказать, что... Ини произвел, но, тем не менее, отыграться удалось и только лишь в серии после матча в их пенальти. Менчанки уступили. Было нарушение правил, опозначил Виктор Шимусик, что прекрасно видел момент этого нарушения, но, воспользовавшись принципом преимущества, позволил россиянкам продолжать атаку, но здесь уже без нарушения не обойдется. Не согласна, определенно. Анастасия Шлопакова с решением белорусского арбитра. Ну, теперь право на куда более опасный стандарт получает команда Красножана. Вот мы говорили, да, о стандартах у ворот сборной России. Два подряд угловых давали наши футболистки. Вот теперь шанс попытать счастье на этой команде Красножана. Алсу Абдулина. Та самая полузащитница лондонского Челси, на которой мы говорили, представляя состав сборной России, сейчас лично он получает возможность продемонстрировать свои навыки. поднято вверх. Рукан, Абдулина, подача. Серия подборов, ну и пытаются не просто отбиваться, да, но и рассчитывали на достаточно быструю контратаку. Не позволяет быстро разыграть наш сборный мяч Медея Жаркова. Защитница Краснодара. Но пока без каких-то не было санкций обходится главный арбитр этого матча. Все-таки и о статусе этого противостояния мы тоже, да, уже с вами говорили. Матч товарищеский и настроение соответствующее встанет. Обеих сборных и сборной Белоруссии, сборной России отмечали, отмечали неоднократно, что, ну, с одной стороны, в штатном режиме, да, проходит этот учебно-тренировочный сбор в Минске, а с другой стороны, говорили о том, что в припунетом настроении и одна, и другая. Национальная сборная, как-то прям уж совсем неожиданно, едва мы с вами не подошли к первому взятию ворот. В этом матче, казалось бы, дежурная передача в штрафную площадь, но мы видим, что ни одни, ни другие не успевали среагировать на мяч по диагонали проходящей через всю штрафную площадь ворот Диана Пономарева. Вот первый по-настоящему опасный момент в этой встрече на 11-й его минуте. Слово говоря, вот за эти 10 стартовых минут моментов-то мы немало уже видели, да, в этом матче. Да, быть может, пока немногие из их числа мы можем назвать моментами по-настоящему опасными, но тем не менее. В целом, пока эта встреча развивается так, как они и говорили. Накануне встречи и Малеев, и Красножан отмечали, что будут команды стараться играть в яркий футбол. Еще один момент, удар по воротам, свалился. Мяч с ноги Анны Пилипенко. Ну и повтор того эпизода, пожалуйста, убирайте себе под левую, под удобную. Милана Суровцева. Самое удачное подставление, да, и уже определенно не успевала за мячом голкипер московского Динамо. Ну, собственно, и замыкать. Партнерши Иланы Суровцевой тоже не успевали. Разводит руки Юрий Малеев. Не понимая, то ли как мяч не смог оказаться в воротах, то ли, собственно говоря, вообще позволили россиянке подобные ситуации организоваться. Но так или иначе, эпизод, как раз, крайне опасный. Ну и еще одно столкновение было в центре поля, что тоже, так или иначе, свидетельствует о том, что градус борьбы на поле с его ходом продолжает нарастать. В центре поля передача еще одно нарушение зарабатывает на себе Наталья Машина. Не так давно, в январе месяце этого года, из локомотива московского, перебравшаяся в турецкий Фатих Карагенрюк. Одна из двух футболисток сборной России, выступающих за рубежом, на этой вот Машина, за Фатих выступающей, Ялсу Амдулина. Еще раз акцентируем на этом внимание полузащитница лондонского Челси. Частенько фалят подопечный Юрий Малеева в центре поля, но с одной стороны, да, частенько фалят, а с другой стороны хорошо, что львиная доля этих самых нарушений пока концентрируется в центре поля стадиона футбольного клуба Минск. Ну и, по сути, стандарта хоть сколько-нибудь Апан не привел. Все так и завершилось на стадии того заброса Алсу Абдулина. Но если говорить о заявке сборной Беларуси, 11 футболисток Минского Динамо вызваны на этот Минский сбор. Динамо продолжает выступать главным поставщиком кадров в национальную команду. Четыре представительницы футбольного клуба Минск, по одной звезды БГУ, звезды Пермской, Зенита и Чертанова. И еще четыре игрока нашей сборной выступают в Европе. Это Анна Козюба, играющая за венгерский Диор. Это Анна Сас, в Польше выступающая за Чарный Сосновец. Мы сегодня уже говорили с вами. Это Виктория Казакевич, играющая в Испании за Палхерию Миксту. И Карина Ольховик, выступающая за итальянскую Чезен. Выступающая на правах аренды, права же на аренду принадлежат другому итальянскому клубу. Права принадлежат Соло. Потеряли мяч на чужой половине поля на исходе первой трети стартового тайма этого матча. Но отрадно видеть, что много приходится говорить сегодня об атакующих попытках команды Юрия Малеева. И при этом крайне редко дело доходит до Натальи Воскобовича. Собственно говоря, дало им себя на мысли, что по истечению 15 минут этого матча о существовании на поле Натальи Воскобовича мы сегодня лишь однажды вспоминали, когда говорили о стартовых составах команды на эту встречу. Но Наталья тоже большая фигура для местного футбола. На протяжении трех лет с 2018 по 2020 выступала в составе футбольного клуба Минск дважды становилась вместе с этой командой чемпионкой страны, еще дважды обладательницей кубка, также дважды признавалась, прошу прощения, лучшей футболистской страны в 2016 и 2017 году. Но тогда еще не в составе мячанок. Их тогда представляла Наталья Воскобович, звезду БГУ, в которой, собственно говоря, и дебютировала во взрослом футболе. Анастасия Новикова, не рискуя, переводит мяч за боковую линию, откуда повторно возвращать в игру будет Яна Шейна, одна из представительниц московского локомотива, коих тоже, так скажем, в достатке в составе сборной России. Суровца. Виктор Шимусик призывает отойти назад Яну Шейну, которая активно набирала в сторону ворот сборной Беларуси, пытаясь вести мяч из авута, ну а здесь россиянки мяч потерять. Много решений Виктора Шимусика стараются, не стараются, вернее, конечно, а спаривают. А футболисты как одной, так и другой команды, ну, тоже, да, ведь мы сегодня с вами это замечали, что и одна, и другая команды сегодня заявляли о том, что играть намерены на победу обе сборные. Из таких моментов путь к этой самой победе в том числе может состоять. Здорово, Яна Шейна оставляет неудел Валерию Богдан, прострел низом. Анастасия Новикова уверенно выбивает вперед и остается. При этом мяч у подопечных Юрия Малеева продолжает разгоняться и удар поворота. Виктория Валюк. Поймали. Белорусским подопечных Юрия Красножана на контратаке. Ну, конечно, отмечаем. В фактах здорово. За мяч поборолась Анна Пилипенко. Ну, а дальше спринт Виктории Валюк вместе с мячом. И единственное верное принято решение пробить по воротам Дианы Пономаревой. Работы, у которой, прямо скажем, хватает. В первой половине этого тайма. И очередной потенциально голевой эпизод у ее ворот мы с вами увидели. Ну, вот говорили мы, да, о Наталии Воскобович. Также обязательно должны заметить, что одним из двух запасных воротарей сегодня является Татьяна Чистик. Балкипера звезды БГУ. Про нее тоже есть что рассказать. Татьяна самая, что ни на есть, героиня. После тяжелейшей травмы смогла вернуться в футбол. Огромный ей за это респект. Во время одного из матчей еще в 2020 году получила разрыв крестообразных связок. Больше года восстанавливалась и уже под самый аккурат возвращение. Футбол разорвала кресты уже на левом колене. Но, как мы видим, и это не сломило киперозорки. Татьяна молодец, рады снова видеть ее пока в заявке, пока не на поле. Но будем надеяться, что и на поле сможет себя Татьяна проявить. Скобович. Мощно. Вперед. Здесь Алсу Аббулина. Первый оказывается на мяче. И точная скидка на партнеров. Очень здорово. Сейчас россиянки цепляются за мяч в центре поля. Вот в эти последние минуты, эдак пять, удалось несколько раз повторно возвращать мяч в свое владение. Другой вопрос, что это владение пока к чему-то серьезному не приводит. И вот это нарушение. Валентина Смирнова за руку оттянула Викторию Валюк. Но пока прежним курсом этот матч развивается. Виктор Шимусик не торопится предъявлять футболистам предупреждение. Хотя поводов как минимум три, да, мы с вами уже видели в этом матче. И это был очередной таковой. Подача. Штрафную площадь. Вероника Куропаткина. За ее пределы. Главонич переводит. Скобович. Ну вот вспоминаем тот эпизод, который буквально несколько минут назад удалось создать перед российскими воротами. Да, мы сейчас, естественно, говорим о той самой контратаке, итогом которой явился удар по воротам Виктории Валюк. Ну и пришло понимание, что через подобные передачи, длинные передачи, тоже можно выстраивать свою атакующую игру. Нет, нарушение правил не верит Виктор Шимусик. В это падение капитан российской сборной Виктория Козлова. Ну а здесь напротив уже сама Виктория. Нарушает правила, подталкивая сзади свою оппоненту. Ну и как раз вот красноречивым жестом, да, мы сейчас крупным планом видели на наших экранах Виктория Козлова, обращаясь к главному арбитру этого матча, говорила, что, мол, и меня подталкивали в том эпизоде, когда вы не верили. Россиянки быстро вводят мяч в игру из-за боковой, и был велик риск проворонить быструю атаку Валюку. Не сумела опередить Варентину Смирнову. Два-две за мяч. Левым флангом. Сегодня тоже далеко не единожды удавалось нашей сборной организовывать позиционное наступление. На российские ворота Валюк. Обратная передача, но уже успели гости вернуться в те зоны в обороне, за которые они ответственны. Да, уже там чуть ли не в полном составе, за исключением разве что Натальи Машиной, попадающий в сборной России и турецкого Фатиха Гаренгумрюк, располагались в штрафной площади своих ворот. Анастасия Новикова. Обратно на капитана. Ана Казюба. Новикова. И еще одно нарушение в центре поля. Говорила как раз таки Анна Новикова, да, у которой тоже накануне матча, спрашивали, чего ждать от грядущего поединка. Так вот, прежде всего он замечал, Анастасия, что будет сделан упор на быстрое перестроение, упор на командное взаимодействие, которое на достаточно хорошем уровне, по крайней мере. Такой вывод мы можем с вами сделать по истечении практически уже 25 стартовых минут этого матча. Из обороны, да, из-под прессинга, достаточно неплохо выбирается команда Юрия Малеева, и атаки свои организуют добро. Он выцепляется до мяча Елизавета Лазарева. Одна из представительниц Санкт-Петербургского «Зенита» в составе сборной России таковых в стартовом составе сегодня две, Вероника Куропаткина в обороне играющая и нападающая Елизавета Лазарева, которая сейчас могла за мяч цепляться. Да, но очень сложно было обработать по и траектории, и коварный, достаточно мяч летящий. И сжаты были сроки на принятие верного решения. Яна Шейна. Еще одна неточная передача. Кое-как в достатке мы с вами наблюдаем в этом матче, да, и тоже на определенные мысли наводит тот факт, что, говоря о неточных передачах, зачастую в таком ключе приходится говорить о сборной России. И Наталья Машина, в первом педаганале, слишком сильно подключала Наталью Татьяну Петрову, единственную футболистку армейского клуба, единственную футболистку московского ЦСКА. Заявки на этот учебно-тренировочный сбор. Проникает в штрафную площадь Татьяна Петрова, так заметно, россиянке прибавили последние минуты, и дальний удар. Но показывает Наталья Воскобович, что ситуацию контролирует галки для сборной Беларуси. Вот мы говорили, да, что дважды Наталья Воскобович признавали лучшей футболисткой Беларуси, но, помимо всего прочего, и пятую строчку успела занять в рейтинге лучших футболисток Беларуси 21 века. И это, заметим, при росте всего лишь 162 сантиметра. Не самом вратарском, прямо скажем, считается при таком росте, да, Наталья Воскобович, не только одной из лучших футболисток в Беларуси, но и замахнемся в Восточную Европу на своей позиции. Ну, а что касается роста, по поводу роста невысокого для вратаря, неоднократно, конечно, высказывалось и сама Наталья осетовала, что все на смотринах, так называемых, на просмотрах обращают внимание прежде всего на антропометрию, и что при этом мало кому и сделало до прыжковых качеств и до прочих вратарских навыков. Диана Пономарева с линии вратарской площади возвращает мяч в игру. Ну вот, тоже, да, не так давно мы с вами замечали, что не так много в атакующем понимании этой фразы складывается у России в этой встрече. Ну и вот, выдержав очередную волну атак, на ворота российской сборной, официальная команда России достаточно неплохо включилась, и сразу целую вереницу эпизодов создали у владения Натальи Воскобовича. Еще одна попытка пробить по воротам, успешно заблокирована защитница сборной России. И пускает мяч за пределы поля Юлия Слесарчик. И вот, ну вот, тот самый прессинг, которому команда Юрия Красножана прибегала и на старт этого матча. Напрашивалась проникающая передача, и Наталья Машина подключала свою партнершу по атакующей линии. Ну и еще один пас не проходит на Яну Шейну. Вот так вот поочередно к атакам сборной России подключаются Яна Шейна и Татьяна Петрова. Вот сейчас Шейна всеми правдами и неправдами готовилась врываться в нашу штрафную. Ну и Татьяна Петрова, помним, да, ту серию эпизодов, когда не врывалась, конечно, но всячески пыталась готовить нанесение удара по воротам. Наталья Воскобович раз за разом убирает себе мяч под удобную, но все эти попытки. Великой радости поклонников белорусской сборной оказались счетными. Асу Абдулина. Не самая лучшая обработка мяча в исполнении полусосчета Сулонского Челси. Буквально дарит сейчас мяч российская команда нашей сборной. Слово из Аута. Лерия Богдан. Находит Виктория Далюк и нарушение правил. Вот, пожалуйста, еще одно стандартное положение. Примерно с такой же позиции, только так зеркально, да, с левого фланга. Сегодня уже мяч запускался в штрафную площадь и еще одна попытка. Да, не Виктория Далюк, не Виктория Валюк, прошу прощения. Милана Суровцева на себе нарушение заработал. Но неизменно в роли исполнительной стандарта выступает Анастасия Шлопакова. Ну а, невзирая на активный подсказ со скамьезапасных, все-таки оснулась ничья нападающей белорусской сборной. И, как следствие, Сергей Косовец, первый ассистент Шимусика на этой встрече, зажигает флажок. Вот и первое положение вне игры в нашем матче. Первый ассайд фиксирует судейская бригада. Валерия Белая зажигает свечу и подталкивает свою оппоненту. Валерия Богдан. Вот этот фланг, правый фланг, да, если говорить об оборонительной линии нашей команды, сегодня попросту непроходимым выглядит. Первые полчаса этой встречи с этого фланга. Да и полуфланга правого, в том числе тоже ровным счетом. Ничего сегодня команда Красножана создать так и не смогла. И львиная доля из того, да, из организованного, сегодня приходила из центральной зоны. С вертикальным движением. Меча в сторону ворот. Наталья Воскобович. Получается значительно лучше. У команды гостей. Не впервые. В сегодняшнем матче Виктория Козлова. Нарушает правила. Это все к разговору о том, что по-прежнему без предупреждения обходится. Виктор Шимусик. Поводы, конечно, были, но таких, чтобы уж прям серьезных поводов предъявлять желтую карточку. Коматч не возникал. Юрий Малеев. Главный тренер нашей женской сборной. Крупным планом на нашем экране. Традиционно сосредоточен главный тренер сборной Беларуси. Наверняка есть о чем подумать по итогам сыгранного времени. Ну и посмотрим, быть может, какие-то изменения увидимые на старте второй половины. Ну а пока еще 12 минут. Там чуть меньше остается до окончания времени первого тайма. Плавно близится первая половина. Сто матча к своему завершению. Ну а счет на табло пока все прежний. 0-0. Счет не открыт. Хотя моменты были и были. Эти моменты случались они. Еще раз констатирую, она преимущественно у владения Дианы Пономаревой. Заврос вперед. Алсу Абдулина. Чурбаком. Посылала мяч. В сторону нашей штрафной площади. Милана Суровца. Александр Пилипенко. Переводит. Атаку наше сборное. Левый фланг. Чурбакова. Белая. Выпрашивала передачу на более ранней стадии у Валерии Богдан. Ну совершенно другую. Управление развития атаки. Убирает сборная Беларуси. Богдан. И снова за боковую. Палентина Смирнова. Ну вот под подобным натиском сегодня тоже, да, частенько удается подопечным Юрием Малеевым так скажем, надавить сборной России. Да, преимущественно через безадресный выброс мяча. Не только вперед, за пределы своей половины, но зачастую и вовсе за пределы поля. И проходит передача. Бас и удар по воротам. Удар заблокирован. Но тем не менее. Хороша попытка Анастасии Шлопакова. В полной мере ее удар накрыть не удалось защитницам сборной России. Да, но... Тем не менее, даже уже после такого легкого рикошета мяч по очень опасной траектории направлялся в сторону ворот. Вот Диана Пономарева. Выпустили мяч. За пределы поля. Повтор эпизода. Хорошее подключение. И вторым касанием Анастасия Шлопакова, полузащитница Минского Динамо, по воротам пробивал. Вот так вот. Даже... Да, прошу прощения, в динамике развития эпизода показалось, что имел место рикошет, но... На повторе мы с вами отчетливо. Видели, что вот такой замысловатой траектории мяч направлялся в сторону ворот после удара четвертого номера нашей сборной. Рушение права. В центре поля огромное количество фолов. В этой зоне мы с вами сегодня наблюдаем. Анна Пилипенко. Он здесь выступает в роли провинившейся. Осталось на скамейке запасных сегодня Карина Ольховик. Ну, думаю, вполне можем мы с вами рассчитывать на ее появление во второй половине нашего матча. Мы уже говорили, да, за итальянскую Чезену. Сейчас выступает Карина, лучшая футболистка Беларуси по итогам минувшего 2022 года. Бурно развивается ее карьера. Динамо, Киево, Сосуоло. С Киево участвовала в розыгрыше итальянской серии Б. Майки Сосуоло дебютировала матча против Пармы. Ну, а в этом январе мы уже говорили на правах аренды отправилась Ольховик в стан другого, уже третьего для нее итальянского клуба Чезен. Обратная передача. Наталья Воскопович никуда не торопится. Сборная в целом по итогам первого тайма я думаю никого не обмануется, скажу, что сборная Беларуси выступает первым номером в этом поединке и при этом достаточно неплохо себя ощущает. Наталья Машина далековато в себя мяч отпустила и позволила Анастасии Новиковой выбить мяч за пределы поля. Да, вот мы говорили о Карине Ольхове, как у лучшей футболистки по итогам прошлого года. Анастасии Новикова, которая тоже достаточно большой объем работы проделывает в первом тайме. Так что признавалась лучшей футболисткой только, да, лучшей защитницей. В 2021 году в прошлом уже сезоне возжелала уже потом, будем об этом говорить, борется за мяч Елизавета Лазарева. Ну, это, пожалуй, второй на момент с участием 17-го номера сборной России у наших ворот, но пока о взятии ворот Натальи Воскобович речи не идет. Ну, проигрывает борьбу в корпус капитан сборной Беларуси Анна Козюба и уже так в падении сумела таки по мячу попасть Елизавета Лазарева, но недостаточный сил удар получился и запредельной опасности не возникло у наших ворот. Яна Пономарева за пределы поля Юрий Красножан главный тренер сборной России. Пожалуйста. 24-е место женская национальная сборная сегодняшних гостей занимает в международном рейтинге. Наша команда на 57-м. Об этом мы сегодня тоже говорили в самом дебюте. Нашего репортажа 5 минут. Остается футболистам провести на поле стадиона футбольного клуба Минск в рамках первого тайма. Уж не знаю, будет ли Виктор Шимусик что-то компенсировать к основному времени. Да, остановки были несомненно и многие из этих остановок случались по причине нарушения правил. Огромное количество фаллов в центре поля. Да, это чуть ли не визитной карточкой становится этого противостояния. Вот, пожалуйста, еще один в копилку. Алсу Абдулина теперь оказывается на газоне. Достается сегодня в том числе и Алсу Абдулина и одной из самых техничных футболисток не только в составе своей команды, но и в целом из принимающих участие в этом противостоянии. Вперед проникающая передача. Очень здорово читает последующий пас Юлия Слесарчик. Но надолго за пределы своей половины начать вести не удается. Подача в штрафную площадь и удар от ворон. Начать Питер Шимусик. Милана Суровцева крупным планом потрудилась в первой половине этой встречи и передачи проникающей в том числе в штрафную площадь ворот сборной России мы видели в ее исполнении и пробивать пыталась по воротам Милана. Расставление на Пилипенко. Абдулина. Мы немало слов сегодня с вами говорили о полузащитнице Челси на протяжении первого тайма но я думаю есть так или иначе повод и поговорить о количестве ошибок которые сегодня допустила Алсу Абдулина. одна из которых привела в конечном счете к организации контр-атаки сборной Доворуси ну а вторая которая сейчас случилась могла собственно говоря привести к обострению ситуации у ворот Дианы Пономаревой перевод налево Савчик две минуты две минуты остается в первом тайме и нет нарушения правил очень много падений сегодняшней встречи сейчас Наталья Машина во борьбы в центре поля был отправлен на газон но далеко не во все эти падения еще и отметим верит Виктор Шимусик в штрафной площади Суровцева подача в штрафную площадь и опережает своих моментов Вероника Куропаткина тоже кстати далеко не впервые уже в первой половине матча сегодняшнего подобным ключем мяч попросту выносит за пределы своей штрафной площади защитница сборной России и Санкт-Петербургского Зенита еще раз стоит повторить процедуру ввода мяча из-за боковой последняя минута первого тайма полным ходом но пока говорить о компенсированном времени не приходится там уже говорили что далеко не факт что что-то будет добавлено к основному времени первого тайма Пономарева мощно и точной при этом передаче находится Лазарева Лазарева завалили на газон зафиксировал сперва Виктор Шимусик нарушение правил да но следом дает и второй свисток который говорит о том что завершен таки без компенсированного времени первый тайм матча между сборными командами Беларуси и России 0-0 на табло счет не был открыт в первой половине но мы говорили о достаточном количестве моментов которые были организованы у ворот Дианы Пономаревой статистика первому тайму вашему вниманию 3-1 по ударам 1-1 по ударам в створ два угловых подавала наша команда у ворот сборной России ну и 11 фалов на двоих наколлекционировали белорусские и россиянки ну а вот собственно говоря и повтор самых опасных моментов первого тайма да вот мы говорили о том что Белана Суровцева сама пыталась пробивать вот вам пожалуйста тот самый эпизод в рамках которого совсем уж неожиданно да мяч едва не опустился таки в ворота сборной России но тем не менее это к слову говоря был первым и этот момент был первым по-настоящему опасным созданным в этом матче спустя какое-то время вот пожалуйста еще один эпизод да быть может кто-то скажет что в дежурном режиме но тем не менее пробивала по воротам Виктория Валюк нападающая минского Динамо предшествовала да вот подобному завершению этого эпизода достаточно быстро разыгранная контр-атака команды Юрия Малеева мы тоже говорили что и через подобный контр-атаки вполне тоже можно действовать в матче сегодняшнем удар Анастасии Шлопаковой уже вторая половина первого тайма ну и вот как раз тот самый третий удар еще раз констатируем счет пока по-прежнему не открыт хотя честно признаюсь и позволю себе сказать на первый гол как минимум наиграла команда Юрия Малеева на этой ноте мы отправляемся с вами на перерыв в начало второго тайма вернемся друзья оставайтесь сами ну что друзья постепенно подходит к своему завершению перерыв в этом первом товарищеском противостоянии сборных Беларуси и России к слову говоря таковых матчах будет два в рамках этого учебно-тренировочного сбора сегодня первого и десятого числа повторно команды сыграют между собой 0-0 у нас по истечении по итогам первых 45 минут этого матча ну хотя на перерыв мы с вами наблюдаем за повторами наиболее опасных моментов в первой половине уже вместе пришли к выводу что сборная Беларуси значительно острее выглядела в первой половине но не так много бьют сегодня национальные команды по поворотам друг друга но и в этом отношении есть превосходство у подопечных Юрия Малеева появились команды на газоне соединенных футбольного клуба Минск есть исток и начался второй тайм этого противостояния ну и как мы с вами можем заметить нет изменений в составах играющих команд стало быть вспомним о принимающих участие в этом матче футболист Наталья Воскобович сегодня занимает место в воротах команды Юрия Малеева в обороне Анна Козюпа 9-я 11-я Юлия Слесарчик 19-я Анастасия Новикова 21-я Валерия Богдан в центре поля Анастасия Шлопакова 4-я 5-я Анна Сас Валерия Белая 7-я 16-я Милана Суровцева 23-я Анна Пилипенко и на позиции центр форварда выступает Виктория Фалюк 18-й у нее на спине номер Состав сборной России Диана Пономарева под первым номером занимает позицию в воротах женской национальной команды России Достаточно большинство работы проделывала Диана Пономарева в первом тайме и не только тех моментов о которых мы с вами уже успели проговорить уходя на перерыв и вернувшись на второй тайм ну и значительное количество моментов которые были организованы перед воротами сборной России снимала мячи Диана Пономарева в обороне Валентина Смирнова вторая третья Вероника Куропаткина пятая Медеяна Шаркова Элина Самойлова один стоял Суабдулина седьмая это уже центр поле четырнадцатая Татьяна Петрова шестнадцатая Яна Шейна двадцатая капитан команды Виктория Козлова и пар нападающих Наталья Машина и Елизавета Лазарева Юрий Красножан тренирует сборную России очень важную функцию выполняют подобные матчи товарищеские матчи проверка самая настоящая для национальной сборной в какой форме прибывают команды и к обоям в том числе тоже все это очень важную роль выполняет в процессе подготовки да несомненно приехали в достаточно экспериментальном составе но это отнюдь не значит что хоть сколько-нибудь от этого слабее была команда Красножана отправляется мяч за лицевую Наталья Раскопович расставляет своих защитниц а тем временем быстро готовилась Татьяна Петрова мяч возвращать обратно в игру но все это дело вся эта попытка на коротке мяч разыграть была успешно пресечена защитницей Белокрылых удар поворотом но куда опаснее эпизод выглядел в момент своего зарождения пробивала поворотом Медея Жаркова достаточно универсальная футболистка на позиции защитника сегодня выступает ну и в центре поля доводилось действовать Медея ну и на позиции нападающего тоже нужно было в составе Краснодара Жаркову наблюдать сейчас Жаркова активно боролась за мяч в центре поля шла передача тянут вверх руки россиянки и небезосновательно все-таки подсказал ассистент Виктора Шимусика который тоже напомним обслуживает сегодняшний матч в качестве главного арбитра подсказал ему Сергей Косовец что и вот наших футболисток мяч выходил за боковую линию Виктор Шимусик главный арбитр сегодня у матча напомню вам и судейскую бригаду и Фуринович и Сергей Косовец ему помогают Руслан Лобанов четвертый арбитр Валерий Величко инспектор сегодняшнего матча Юрий Валеев Юрий Валеев совмещающий работу нам уже сегодня с вами об этом говорили в национальной сборной с работой в Динамо успешно для Юрия Валеева начался сезон вместе с футболистками Динамо с завоеванием Суперкубка и к этому наверное можно приплюсовать и успешный старт текущего первенства вот есть возможности успешно стартовать с победы в товарищеском матче над сборной России столкновение в центре поля сейчас на газоне располагается Анна Пилипенко которая досталась столкновение с Вероникой Куропаткиной защитницей Зенита ну пожалуй первая в этом матче появление бригады детекторов двух национальных команд вот подобных моментов несомненно хочется как можно меньше наблюдать в матчах с участием женских команд тем более если подобные противостояния носят статус товарищеский и Пилипенко и Вероника Куропаткина в сопровождении врачей покинули пределы поля и дожидаются теперь команды Виктора Шимусика его позволения вернуться обратно на поле еще одно нарушение правил коих немало было в первой половине мы говорили с вами когда говорили о статистике отмечали что 11 фолов на 2 их сообразили белокрылые россиянки вот и под аккомпанемент как начинает казаться нескончаемых нарушений правил стартовала и вторая половина этой встречи давайте также раз уж второй тайм у нас уже идет полным ходом поговорим и о запасных сегодня у Юрия Малеева на скамейке располагается пара вратарей Канила Путкевич и Татьяна Чистик о которой мы с вами тоже говорили в первом тайме и полевые футболистки от Виктория Казакевич Арина Ситникова Ксения Купичная три у защитников есть полузащитница это Татьяна Петрусевич Матч Исавета Пинчук Дарья Манюкова Анастасия Шупо и Зарина Капустина и нападающая Карина Ольховик у которой с вами тоже немало слов в первую очередь Лесных высказали по ходу первой половины нашего матча ну а у Юрия Красножана есть сегодня опция в лице Анастасии Ананьевой 12 номер у нее Виолетта Исайкина это пара вратарей женской национальной спорной удар по воротам вот вам пожалуйста Исавета Лазарева пробивала по воротам но если тогда не приходилось момент называть таким голевым 100% то сейчас куда более реальной была эта угроза нашим воротам Виктория Козлова по теоконали серия подставлений и пришел мяч в руки Натальи Воскобович Елизавета Лазарева крупноплана главной героиней эпизода предыдущего у наших ворот вашему вниманию вот мы и говорили да с вами походу первой половины о том что белокрылые играют первым номером сегодня по крайней мере уж как минимум на протяжении большего большей части сыгранного времени но при этом счет был не открыт и вот уже пожалуйста хороший шанс был у россиян выйти вперед есть нарушение правил но продолжает у топичных Юрия Малеева мяч сохраняться и борется активно за мяч выставляя ногу вперед Анна Пилипенко впоследствии намекает что и от соперницы мяч покидал пределы поля но рядом с эпизодом непосредственно от него близости располагался Виктор Шимуси который все прекрасно видел а вот момент Милана Суровцева подавала с правого полуфланга далековато от себя мяч отпустил Валентина Смирнова и уже после чего активно белорусские продолжали бороться за мяч внутри штрафной площади сегодняшний гость сегодняшний гость но вот когда мы говорили с вами в начале этого тайма о том что так несколько экспериментальным составом приехала в Минск сборная России вот в том числе и Нелли Коровкина определенно одна из ведущих футболисток сборной России не принимает участие в этом сборе как сама Нелли признавалась по причине неудовлетворительного состояния здоровья без подробностей но учитывая что не только этот сбор пропустит форвард российской сборной но и весь сезон видимо что-то очень серьезное приключилось с нападающей сборной России и московского локомотива Куропаткина передача направо Медая Жаркова повторно обыгралась Куропаткина и Куропаткина по диагонали как же здорово сегодня подобные передачи чувствую да и читаю Анастасия Новикова зарядила во Виктора Шимусика Наталья Баскобович тут же прерывает продолжение атаки сборной России Виктор Шимусик после попадания мяча в главного арбитра этого матча там попытались россиянки пробить по воротам но мимо створа мяч был направлен но тем не менее даже если бы и опустился мяч в ворота в любом случае это взятие ворот нашей сборной засчитана бы Виктором Шимусиком не было Куропаткина еще одна неточная передача немало таковых мы с вами насчитали в первом тайме и частенько доводилось говорить о том что неточны россиянки в своих передачах прежде всего да это тоже касается центральной зоны но пока поле реальной выгоды извлечь из подобных обрезок не удается в свою очередь команде Юлия Малеева за боковую мяч выкатывается вот и в куда более активном режиме разминаются запасные футболисты наши команды да у них сегодня уже говорили ну и совсем недалек уже тот момент тот отрезок времени матча когда мы будем наблюдать и первые изменения в составах играющих команд далеко не позволяют под своим прессингом пищный Юлия Малеева вынести мяч в полистском сборной России приходится снова отправлять мяч за боковую об этом тоже немало слов было говорено сегодня на протяжении этого матча что и прессинг в том числе очень даже неплохо работает у сборной Беларуси зачастую удается успешно поддавить и дальше как говорится уже лавина ошибка фолл более выгодной с точки зрения заболевания мячом позиции родила защитница российской сборной ну а вот собственно говоря те самые первые замены о которых мы с вами едва проговорить успели Татьяна Петрова представительница московского ЦСКА управляется на скамью запасных но Наталья Трофимова в свою очередь на газоне стадиона футбольного клуба Минск появляется еще одна представительница Санкт-Петербургского Зенита подача с правого фланга снова да вот в первом тайме тоже был такой же абсолютно идентичный момент когда при риске того что мяч опустится за спину Наталья Воскопович Наталья спокойно провожает мяч за перекладью Наталья Машина активно работавшая в первой половине этой встречи но при этом проявить себя вполне не своих непосредственных задач да как форварда как нападающие защитницы нашей сборной попросту не позволяли форварда турецкого клуба Фатих Карагимрюк удар поворотом издали открывают Юрий Малеев еще одна потеря и вот этой потерей может сейчас пользоваться на быстрых ногах Анастасия Шлопакова со своей половины поля мяч протащила на половину противоположную и снова берет инициативу на себя Анастасия Шлопакова но не самый прямо скажем опасный удар наносит четвертый номер белорусской сборной да видимо на повторе мимо створа удар направлялся но тем не менее вот уже второй момент в копилку Анастасия Шлопакова в этом матче первый удар куда более опасным получился в первом тайме помним да который вошел в подборку хайлайтов первого тайма вот шанс Шлопаковой под номером 2 продолжаем ждать открытие счета сегодняшней встрече больше часа игрового времени уже провели футболистки на поле Ропаткина серия рикошетов вот он тот самый прессинг ну выйдет конечно из ворот Диана Пономарева не удела оставили Викторию Валюк которую обозначила прессинг на половине российской сборной готовится тем временем двойная замена в команде Юрия Малеева но об этом будем уже позже говорить здесь очередной эпизод организуется удар Виктория Валюк заблокирован издали по мячу приложилась Анна Сас но пока со всем объемом работы справляется оборона сборной России ну и посмотрим сейчас или же уже после розыгрыша стандарта состоится это первая замена забегая вперед скажу готовиться у нас Карина Альхобик и Зарина Капустина выйти на поле там и готовы но уже после розыгрыша стандартного положения удар по воротам не имел уже абсолютно никакого значения Анна Пилипенко подставлялась под этот мяч но еще раньше Петер Шимусик зафиксировал нарушение правил Валерия Богдан и Анастасия Шлопакова отправляются на заслуженный отдых очень здорово сегодня поработала эта пара футболисток сборной Беларуси об успехах в этом матче Анастасия Шлопакова мы говорили совсем недавно вспоминая те два эпизода у ворот Дианы Пономаревой по одному в первом и втором таймах этой встречи но тем не менее проявить себя Аннастасия Шлопакова успела а вот забить не удалось в этом матче ну теперь Карина Альхолик выступающая в чемпионате Италии подача вторая площадь удар с разворота Наталья Воскобович на месте успевает сместиться очень здорово читает направление этого удара кипер нашей сборной и питерского Зенита Наталья Машина вот вам пожалуйста отмечали мы с вами не так давно что не так много моментов сегодня есть в распоряжении Натальи Машиной вот пожалуйста приняла с разворота пробила по воротам ну и первый состоялся пожалуй по настоящему опасный момент у наших ворот в этом матче настолько опасных пока сборная России еще не организовывала в этой встрече и вот направо Горкова протаркивает мяч дальше но никто из партнерш по атакующей группе не поддержал этих начинаний футболистки Краснодара Скобович держит мяч под своим контролем вот во втором тайме куда активнее и Анна Сас начинает подключаться к атакам белокрылых Анна становилась к слову на первой в истории бундеслиги белорусской когда из Минска в прошлом году перебралась в Карл Цейс и очередное жесткое столкновение в центре поля продолжает на газоне располагаться Вероника Куропаткина вот немало достается защитница сборной России в этом матче во многом прежде всего за счет ее активности не только в обороне да сегодня в качестве центральной защитницы команды Юрия Красножана время на поле проводит Вероника ну и активно принимает участие в разгоне атак своей национальной команды ну посмотрим сейчас доктора сопроводили Веронику Куропаткину за боковую линию но судя потому что так несколько прихрамовая да но тем не менее уверенно уверенной даже так скажем походкой Вероника подошла к боковой линии и готова вернуться на поле вот вам пожалуйста вернулась Вероника пока о вынужденных заменах говорить не приходится и слава богу подача в штрафную площадь некому завершать из числа форвардов сборной России ну и вот снова заиграли на встречных курсах сегодня немало подобных игровых отрезков мы видели в этом матче подача в штрафную площадь это опасно ногу заносила Анна Пилипенко но по мнению Виктора Шумусика это не опасная игра атака продолжается если Сарчик безадресная диагональ и уходит мяч за пределы поля продолжает активно на Стрелецкого мостика Юрий Малеев руководить в целом ну по крайней мере отталкиваясь от той картины которую мы видим на старте уже второго тайма да как-то кардинальным образом игра нашей сборной не изменилась и вот действительно зачем менять то что достаточно неплохо работает в этом матче против сборной России быть может такой небольшой поправкой в адрес реализации организуемых возможностей у ворот Дианы Пономарю все-таки как мы уже говорили за счет атакующей активности в первой половине как минимум на один свой мяч белокрылые наиграли серия подборов после непосредственно серии ошибок от футболиста копеек сборных Анна Сасс хорошая скидка и сильная борьба за мяч на самой границе штрафной площади сборной России Шаркова Без пола разобралась Анна Сасс в центре поля он тоже мимо себя практически никого Анна сегодня не пускает и шикарная диагональ от футболиста к сборной России принимает мяч уже внутри штрафной площади россиянка и зарабатывает на себе нарушение правил указывает на центр Виктор Шимусик вот мы собственно говоря с вами не так давно уже заводили разговор о первом потенциальном взятии ворот в этом матче сейчас значительно ближе к открытию счета этого поединка российская команда Зарина Капустина нарушение правил в этом нет никаких сомнений по ходу второго тайма Зарина Капустина вышла на поле удар поворотом и вы посмотрите Наталья Воскобович потащила этот пенальти в исполнении Алсу Абдулиной Алсу Абдулиной вот мы сколько раз да сегодня с вами ловили себя на мысли о том что в этот матч определенно точно полузащитница лондонского Челси попросту не попала немало ошибалась сегодня Алсу Абдулина ну а эту ошибку я думаю еще не раз буду вспоминать прежде всего поклонники национальной сборной России ну а болельщики нашей сборной конечно будут не ошибку отмечать Алсу Абдулина а то насколько здорово Наталья Воскобович действовала прочитав направление удара седьмого номера сборной России ну и первая желтая карточка в нашем матче Елизавета Лазарева получает первое в этом матче предупреждение весь матч без желтых карточек сегодня не обойдется хотя были на это определенные намеки да еще в первом тайме мы говорили что сегодня не торопится Виктор Шимусик наказывать футболисток а здесь уже определенно не вытерпел Виктор Шимусик Елизавета Лазарева пожалуйста первый удостойно чистим получить желтую от главного арбитра этого матча Вероника Куропаткина вводит из-за боковой ну что нереализованные пенальти мы сегодня уже увидели они пора ли отвечать вопечным красножаном в противоположную штрафную площадь Куропаткина нет нарушения правил спокойно провожает мяч Юлия Слицарчик за пределы поля ну и Наталья Воскобович одна из главных героинь не побоюсь этого слова пока да не только своей команды ну и в целом уж по крайней мере в том случае если счет матча на табло не изменится вплоть до самого финального свистка я думаю будет сегодня у нас хороший повод отметить именно Наталью Воскобович как главную героиню этой встречи как лучшего игрока товарищеского матча чуть больше 15 минут остается в распоряжении команд Юрия Малиева и Юрия Красножана Ирина Самойлова все чаще и чаще начинает появляться в центральной зоне в районе центрального круга да и до нее добирается наборный полузащитник сборной России сегодня в первом тайме значительно ниже действовал 11 номер команды Красножана ну и выкрики на трибунах стадиона футбольного клуба Минск шум нужен гол а здесь повторно Лазарева выходит один на один с Натальей Воскобович Воскобович высказывает свои претензии высокомандница которые позволили осуществиться этому выходу Елизаветы Лазаревой еще один опасный эпизод ворот у ворот белокрылых но пока во всей этой работой не просто здорово а практически героически справляется Натальей Воскобович ну а здесь чуть ли не впервые в этой встрече трибуны начинают требовать гола нужен гол скандировали болельщики в городе Беларуси гол собственно говоря который напрашивается еще с аккурат первой половины на сколько раз мы по ходу второго тайма к этому возвращались как минимум за счет того что не так много каких-то забредельно опасных моментов видим на поле во втором тайме этого матча Медель Жаркова отправляется на скамейку вместо нее на поле появляется Елизавета Семенова под четвертым выступающая номера в основе команды Красножана ну и вместо Елизаветы Лазаревой Валерия Безенкова на Минском газоне появляется вот так вот могла перед прям своих замен ищиться Елизавета Лазарева в целом сегодня я думаю есть повод назвать и Елизавету одной из лучших футболисток в составе команды гостей но в итоге две нереализованные возможности и желтая карточка все чем отметилась Лазарева в протоколе удар над перекладиной мяч направляется Карина Ольховик много о ней мы с вами говорили по ходу матча сегодняшнего вот первый пожалуй пизод с ее участием после выхода со скамейки запасных Карина Ольховик одна из самых звездных футболисток нашей сборной неплохо причем Карина по мячу-то приложилась но все-таки прошел мяч над перекладиной ворот Дианы Пономаревой частенько на планах сегодня показывает Юрий Малеев эмоции Кату Робар пока наверное вполне себя правда но ее не позволяет все там саз да быстро россиянкам мяч разыграть ну а за спиной Юрия Малеева можно было заметить жигатковую на поле выйти Татьяну Петрусевич вместе с которой заметим еще Виктория Косакевич готовится выйти на поле первая желтая в составе белокрылых Ханна Сасс получает желтую карточку нет не за то что мяч быстро разыграть не позволила да и выбросила мяч в сторону от эпизода а вот зато нарушение на Наталье Маш совсем не по-товарищески она обошлась нападающей сборной России перевод налево не проходит Карина Ольховик нужно было остановиться адресатом для этого паса в итоге Мелик Риск сейчас нарваться на контр-атаку еще одно столкновение все прекрасно видит Виктор Шимусик и одна и другая команда претендовали на нарушение правил свою пользу но в итоге уже вовсю здесь развивается ответ на атаку команды Юрия Малеева есть оставление Филипенко удар по воротам еще один опаснейший эпизод вытаскивает из-под самой перекладины Диана Пономарева голкибер московского Динамо переводит мяч на угловую вот еще раз посмотрим как эта атака развивалась да и конечно здесь передачу отметим в том числе тоже Виктория Валюк оставила мяч а не Филипенко ну и Анна так заложив фираж развернувшись под самой перекладины мяч отправлял но справляется и с этим ударом Диана Пономарева машина первая на мяче есть касание а вот в пользу нашей сборной ну и замена о которой мы говорили Виктория Казакевич и Татьяна Петрусевич выдался у Милана Суровцева не только в первом тайме но и во втором пробивала поворота 16 номер сборной Беларуси но пока имеем то что имеем 8 с половиной минут до окончания основного времени матча счет на табло все тот же счет все не открыт все те же нули стартовые продолжают сохраняться на табло стадиона футбольного клуба но тем не менее в любом случае да даже если матч совершится с тем счетом что сейчас значит табло положительных моментов выделить можно будет немало Татьяна Петрусевич появившись на поле крупным планом видели Анну Пилипенко пробивавшую не так давно по российским воротам ну много кто здесь уже сегодня прикладывался и Анастасия Шлопакова и Анна Сасы и Милана Суровцева Анна Пилипенко и Виктория Валюк Карина Ольховик кто сегодня только не получал возможности открыть счет в этом матче была возможность также напомним да и о том пенальти который сегодня исполняли россиянки Алсу Абдулина ее удар шикарный сейф Наталья Воскобович тоже вспомним обязательно уже после финального свистка памятных моментов немало Ольховик была готова кажется на короткую передачу от Виктории Валюк Трофима вот уже скамейки подсказывают что как можно меньше постараться нарушать правила в концовке этого матча Ольховик собирал себя подудобно поскользнулся не самым удачным образом Карина Ольховик но благо здесь мяч продолжает сохраняться под контролем команды Юрия Малеева забрал штрафную Вероника Куропаткина вы сказали нам Наталью Трофимову тоже вышедшую со скамейки начинавшую этот матч в качестве запасной футболистки команды Юрия Красножана ну замену Красножан делал да ну а пока чего-то радикально нового россиянке не предлагают Ассаси Новикова первая оказавшаяся на мяче добывает мяч наши команды Амна Ольховик смотрит по сторонам Козюка Новикова на право и подача штрафную площадь на нарушение заброс штрафной Диана Пономарева определенно точно первой должна оказываться на мяче голкипер сборной России ну и Викторию Балюк крупным планом на Виктория по задумке партнерши по сборной должна была отправляться туда в борьбу в гучу событий штрафной площади сборной России нарушение Элина Самойлова уже не единожды менявшая позицию по ходу этого матча завалила на газон Анна Пилипенко по защитнице Минского Динамо как итог очередной стандарт Куропаткина опасно Анна Сас бросалась в этот подкат на минуточку да еще раз напомним что уже есть в активе Анне предупреждение есть желтая карточка полученная в этом матче на Ольховик на дачу но и в спину подталкивает Анна чтобы спокойнее следует проводить концов этого матча полузащитница сборной Беларуси наверняка о чем сейчас Юрий Малиев и подсказывал Анне 3 минуты до окончания основного времени уже второго тайма но в отличие от первого все-таки есть основания полагать что Виктор Шимусик что-то компенсирует по времени этого матча были замены их было немало были остановки было нарушение был пенальти в том числе тоже во второй половине вот что было в этом матче да и в первые во вторые 45 минут можно немало назвать пунктов а вот чего не было главный пункт пожалуй один это забитый голов заброс штрафной и отскок при чуть более удачном стечении обстоятельств мяч оказаться в ногах Карина Ольховик но снова вынос от россиянок не глядя на отмаш дам за пределы своей половины концовка этого матча дает понять что не об атаках своих в первую очередь думает команда Юрия Красножана но в то же самое время и с обороны ворот своих собственных продолжает уверенно справляться сборная россии Алсу Абдулина Куропаткина Шейна есть свободное пространство и не стала сразу выходить из ворот Наталья Воскобович зависает мяч и опережает все-таки Анастасия Новикова без мяч Валерия Безенкова ну так как уж по крайней мере в динамике развития этого эпизода казалось изначально несколько замешкалась Наталья Воскобович долго принимала решение выходить или не выходить из ворот но потом все-таки бросилась на мяч пыталась вынести его да куда-нибудь подальше но угодил мяч в спину Валерия Безенкова ну и очень здорово отработала Анастасия Новикова уже во второй фазе завершение этой атаки российской сборной Абдулина низом на границе штрафной площади и еще одно нарушение правил уже на последней минуте этого матча совсем скоро увидим электронное табло в руках Руслана Лобанова напоминаю да для тех кто забыл это четвертый рефери обслуживающий сегодняшнюю товарищескую встречу а значит узнаем сколько минут компенсирует Виктор Шимусик три минуты три минуты добавляет главный рефери к основному времени этого матча опасная игра окон кассирована на пилипенко на шею на шею на шею на шею три минуты остается у двух национальных сборных на решение своих задач относительно первой победы в новом календарном году ну или же напротив это серия товарищеских противостояний из двух матчей состоящая начнется в полной мере по-товарищески Юлия Слесарчик ключам запрос штатнуть площадь нет нарушения правил особо никто и не претендовал из-за шумболисток белокрылых замена в сборной России Татьяна Данилочкина сменила на поле Лину Самойлову сегодня тоже была отведена очень важная роль а по сути прикрывала всю опорную зону сегодня Элина Самойлова ну и чуть больше минуты уже компенсировано времени остается но и этого времени в целом-то вполне может хватить для того чтобы финальный штурм ворота организовать фол в центре поля Юрий Малеев в подобной позиции провел практически всю сегодняшнюю встречу очень активен на тренерском мостике Юри вот еще одна замена готовится уж не знаю успеет ли она состоится но уже в концовке этого матча в концовке его компенсированного времени может успеть Дарья Магнякова появиться на поле на замене посмотрим вместо кого вместо Виктории Валюк набегалась сегодня и нападающая минского Динамо ну а вместо нее на поле появляется Дарья Магнякова удар от пород смотрит на часы Виктор Шимусик посмотрим позволит ли главный арбитр этого матча организовать последнюю атаку в этом матче да нет конечно не позволит есть свисток который фиксирует итоговую ничью в этом товарищеском противостоянии со счетом 0-0 заканчивается первый матч первая встреча в рамках первого в этом году учебно-тренировочного сбора сборных Беларуси и России ну немало мы отмечали моментов да прежде всего что касается атак и одной и другой команды все-таки хоть и безголевым образом этот матч завершается но тем не менее моменты были как у нашей сборной так и у россиянок были очень интересные эпизоды чего стоит только тот назначенный ворота Наталья Воскобович 11-метровый удар мы помним да хоть и немало мы сегодня говорили о том что откровенно не задалась игра у полузащитницы Челси в Алсу Абдулиной вот и успела еще и нереализованном пенальти сегодня отметится Алсу Абдулина ну а нас тем временем готовы к нашему интервью передаю слово корреспонденту Алену Куракину да коллеги спасибо Юрий Малеев главный тренер женской сборной белорусской футболу Юрий Иванович в первую очередь давайте итог этой встречи подводить насколько сегодня команды довольны и закономерно ли без Галиванча скажем так ну я чего греха таить и результатом доволен и содержанием игры правда не в общем такое содержание игры были моменты когда показывали естественно хороший футбол у нас в хороших скоростях вот то что мы не проиграли в желании в азарте в борьбе это нам большой плюс нам бы еще подправить кое-какие тактические и технические моменты мне кажется мы еще можем добавить в этом компоненте в общем-то против привычного состава нашей команды сборная России в том числе просматривала и молодых игроков сюда их привезла упрощала ли это сегодня как-то задачу или в том числе что учитывая что все топы почти здесь есть не совсем это прочувствовалось вы знаете вы наверное этот вопрос задать должны главному тренеру сборной России какой он состав привез это уже как бы проблемы сборной России а наши проблемы мы решали на футбольном поле я уже подчеркнул что в принципе я доволен а белорусский футбольный сезон только-только стартовал с учетом начала сбора первого товарищеского матча насколько довольны тем вот в какой форме девушки наши подошли ну не все скажем так подошли в оптимальной форме но тем не менее большая группа игроков которая можно сказать провела целый матч они находятся в неплохом состоянии которые позволяют держать такой темп ну вот вы уже сказали про тактические технические некоторые моменты а вот на следующий матч на ближайшую на что будете внимание команды все-таки в первую очередь обращать это уже внутренняя кухня команды мы разберем этот проанализируем и все девочкам подскажем спасибо пожелаем удачи в следующей встрече Юрий Малеев главный тренер женской сборной Беларуси по футболу коллеги вам слово спасибо Алене Куракиной за это флеш интервью Юрий Иванович Малеев доктор старичил да сказал что хороший матч с этим нельзя не согласиться провела сегодня наша сборная ну а мы теперь с нетерпением будем ждать второго поединка который еще раз напомню 10 апреля состоится будем ждать не только хорошего матча но и первой победы в рамках этого сбора всем спасибо за внимание друзья Михаил Лютунов для вас работал до новых встреч до свидания до новых встреч